Я хотел бы рассказать это экономические отличия разных периодов советской власти. Просто в предыдущих рассказах мне показалось, что некоторые перепутали некоторые моменты. Допустим, то, что было в позапрошлом веке, я не знаю, чем отличается десятилетие, там сказать, 830-го года от 860-го года. Но сказать то, что было 100 лет за эти последние 100 лет, я могу, как экономист, высказать эти отличия. Я думаю, что это, наверное, их надо знать. Если, значит, у кого возражение против этой грандуировки будет или против этих отличий, значит, свое мнение. То есть начинаем с 13-го года? Да, начинаем, значит, с 13-го года. Ну, чтобы начать разговор с 13-го года, надо начать, значит, с предыдущих 30 или 40 лет. За эти 30 лет Российской империи, значит, были колоссальные темпы роста. То есть на протяжении буквально там 30 лет или больше темпы роста промышленного производства и валового продукта, они, значит, составляли там по 10 процентов, в общем, в районе 10 процентов. Промышленного производства все-таки, но и валового продукта. Да, промышленного производства. И, соответственно, и валовый продукт резко увеличился. И за эти годы, за 30 лет, что такого периода, вот, за последующие 100 лет, такого, ну, быстрого и таких больших процентов роста не было у нас в Российском Союзе. И, соответственно, вот если сравнить с современным периодом, то через 100 лет вот эти темпы роста, значит, повторяет вот такая страна, как Китай. То есть, ну, если у нас в 1870-х годах это было, это уже не самая первичная индустриализация страны, то есть у нас уже была промышленность, а то в Китае, значит, вот в 1800, ой, в 1978 году они фактически начинали, ну, чуть ли не первичную индустриализацию. И она у них вот на протяжении уже 35 лет. У нас тоже было 45-53 год, 16-16. Сейчас, вот так вот. Нет, давайте не перебиваю, значит, если, просто если будет по периодам вопросов, то, значит, вопросы, Ну, просто будет дезинформировать, я бы не споправляю. Не свое мнение, нет, просто не перебивать меня из-за того, что я собьюсь. Если бы у меня было написано, я бы прочитал. Короче говоря, и почему вот эти, я с этими выборами сказал, что вообще темпы роста или отклонения в социологии, там, или в экономике, 5% и больше, 5-10, и еще на протяжении каких-то больших периодов, это вообще очень большая редкость. И такого очень редко бывало. Значит, если вот сказать, это 1913 год, да, то вот этот 13-20 год, да, 22-й, это период, значит, вот войны, Первой мировой войны и гражданской войны. И, соответственно, это является спадом, падением экономики, уничтожением, ну, в смысле, потери населения, в чем приводится, вот, опять-таки, интересность советской историографии. Сколько потерял, ну, советский, ну, не советский, как там, советская Россия, на тот период называлась гражданскую войну, цифры непонятны, значит. Если нас учили, вот, 5 миллионов потери в Первую мировую войну. Ну, 3, я считал, да, 3, 3,5. Ну, вот там. Да, а в гражданскую 600 тысяч. А в гражданскую, значит, это цифры, значит, то ли такие, то ли, значит, 15 миллионов. Значит, ну, в основном... 15-е тоже не скромно. Ну, вот, я говорю, предел, значит, вот предел вот такой. История, значит, вот получается, что мы живем в каких-то иллюзиях. Значит, следующее десятилетие, 20-е годы, это фактически для экономики является восстановительным периодом. То есть, это является период восстановления экономики, то есть, достижения фактически предвоенного уровня. Понятно, что это не повторение, там, 1900-х, начала годов, но фактически это восстановление. Период, восстановительный период. И темпы роста. И когда, значит, к 30-му году подошли, то, значит, соответственно, вот в ЭККБ, наверное, у них и была дилемма. Или, значит, продолжить, так сказать, равномерное, планомерное развитие. Или перейти к какому-то резкому периоду. Резкому, нестандартному, как бы, решению. Был выбран вариант, значит, естественный, конечно, для партии. Период усиленной индустриализации, милитаризации страны. Для этого надо было провести, значит, прежде всего получить товарный хлеб, получить деньги. И для этого была проведена, значит, это то, что называется в советской историографии коллективизация. Можно сказать, что, конечно, практически вылилось еще в одну крестьянскую войну. Потому что цифры уничтоженных людей, опять-таки, начинаются вот колебаться от непонятно каких пределов. И с учетом голодомора называются цифры от 6 до 10 миллионов, то есть только пострадавших голодомор. Значит, что интересно, вот в период коллективизации, и вот этот момент, он будет повторяться в нашей истории еще несколько раз. Что был принят план коллективизации, то есть вот такой, ну, более-менее равномерный план, там, на треть что ли года. Там промышленность дает трактора, круги, там, электростанции, еще что-то. А крестьян постепенно мы объединяем в колхозы, и они, значит, начинают нам давать товарный хлеб, мы его продаем. И что интересно, этот план, значит, мы взяли как-то почему-то и резко вдруг, там, в два, в три, в четыре раза его увеличили. И, соответственно, от этого увеличения произошли такие, ну, можно сказать, негативные моменты, как голодомор. Наверное, если бы это было все шло по плану равномерно, там, в течение трех или пяти лет, то, наверное, бы и не было голодомора. То есть в лесостепной полосе Российской Федерации, или как это тогда странно называлось, Советский Союз, то есть от западных границ до Тихого океана. Значит, следующий период, это уже вот 30-х годов до 40-х, вот он является период, вот опять, значит, индустриализации уже роста. То есть восстановительный период у нас закончился в 30-х годах, пошел промышленный рост за счет, ну, вот, колоссального, так сказать, отъема прибавочной стоимости, даже необходимого продукта у населения. И что интересно, вот один тоже из мифов уже идеологических, что 37-й год называется годом большого террора. Я вот с этой характеристикой принципиально не согласен, потому что если сравнить цифры потерь в гражданской войне и в христианской войне коллективизации, то даже один миллион репрессированных по сравнению, там, с 15 или с 10 миллионами пострадавшими, как в гражданской, так это и в коллективизацию, нет. Почему? Можно было просто сумеять, 15 миллионов, спасибо. 25, 26. 15, уже да, 26. Нет, я говорю крайние цифры. Я хочу сказать, что нет у нас таких объективных, как бы, даже реперных точек, чтобы, там, допустим, вот, что написать в едином учебнике истории, к примеру. То есть мнения могут быть разделяться. Нет, какие-то масштабы у вас какие-то колоссальные. Да, колоссальные масштабы различий, да. Сколько было населения царской России, вот, скажем, на 13-й год? Порядка 150 миллионов. 130 миллионов. А? Сколько? 130. 130, да? Ну, я 130, сказал бы, что. То есть население, вот, в эти периоды оставалось, это, ну, примерно, вот, там... Значит, после Первой мировой гражданской войны, крестьянской войны остаться должно было порядка 100 миллионов. И этот прирост-то был, колоссальный прирост, был в восстановительный период-то. Просто я помню, что Чкалов говорил, что там, о, это наша страна, 170 миллионов, если здесь к тебе было. Что нас, у нас, там, 170 миллионов таких, как я. Вот, то есть этот Чкалов, это когда он летал, то год, наверное, 34-35-го? Середина, 30-я. То есть было 130 миллионов, 15 человек туда. 20, это 26. Да, еще и 60, то есть 50 процентов. А вообще, собственно, люди так плодились, когда ждать-то было нечего. Почему? Нет, ну, газ. Да дело еще и не в этом. Гражданская война была кашела. Прежде всего, вот это вот население, которое могло, да, вот, претесь из зачатия. То есть молодые люди, как бы, как бы... Нет, ну, не очень, как бы, как бы, считают. Так, значит, вот, 40... Вы поймите ситуацию, вот, знаменитая Первая Конная Армия, да, Армия целая. Сколько народу было? Сколько штыков? А их было две армии иконные. Да, была Первая и Вторая. Это сколько штыков было в этой армии? 20 тысяч. 20. Никогда не было 20 тысяч. Обычно 5, максимум 16. Это армия, одна из самых главных боевых людей сил. То есть это были, по сравнению с событиями Первой мировой войны, были мелкие локальные бандитские разборки, по сути, вся эта гражданская война. Отсюда и цифра небольшая, 600 тысяч человек. Ну да, потерь, собственно говоря, вот эта цифра, что... Это, собственно, потеря во время боевых действий. А потери населения в результате, значит, нарушения хозяйственных связей и в стране, они явились, значит, прежде всего за счет заболеваний. А заболевания тоже считать будем? А? В одну кучу родил ТИФ там и прочие болезни. Я вот, я и говорю, что вот цифры, вот... Нет, в странское время же тоже очень народ активно умирал от ТИФа, от открытой формы туберкулеза. От туберкулеза кто только не умирал, все умирали, включая Чехова. Значит, вот 40-е годы... Что их вот так как-то списать на клятых большевиков 15 миллионов... Я не списываю, я говорю... Это как-то жестко, я стендеркулез. Я сказал, что вот период, значит, 20-е годы это восстановительный период, значит, 30-е годы это период, значит, принудительной индустриализации, развития промышленности, прежде всего милитаризации, значит, страны. Но эта милитаризация привела, к сожалению, к плачевным результатам. Значит, 40-е годы это период войны? Это счет 50 миллионов или сколько? Нет, 40-е годы период войны и восстановление, значит, всего... Сколько лет погибло? В итоге все население наше слое погибло бы. Тоже цифры, значит, сколько погибло войну? Ну, сейчас это, значит... Ну, по максимуму. Не, ну, просто, войдет в счет. По максимуму говорят, по максимуму. От первоназванной цифры Сталина 8 миллионов, да? От 8 до 40. Значит, 40, плюс 26, 66 миллионов, да? Нет, это... Вы так сочетаете, вы так 200 сочетаете, да. Можете так сочетать это, но нельзя это складывать. Значит, 40-е годы... Отдельно будет... Нет, ну, Валя, подожди, не перебивай, я так забудусь, я забуду, что хотел сказать, значит. 40-е годы являются, значит, периодом войны, и опять периодом, фактически, восстановления народного хозяйства, потому что, конечно, очень значительные разрушения были на территории европейской части страны, значительные потери населения, прежде всего, и трудоспособного населения. 40-е, значит, 50-е годы идут, фактически, тоже период восстановления, с попытками, значит, уже не восстановительно, а период, наоборот, это опять дальнейшей индустриализации страны, развития страны, но возникает вопрос, значит, уже стало приближаться к равенству сельско-городское население, и возникает потребность, значит, опять в товарном хлеве. То, что возникло в конце 20-х годов, в начале 30-х, значит. И в ВКПБ, нет, тогда оно уже называлось, не буду врать, как партия называлась. В каком году? В 1954-м, 1955-м. В ВКПСС не называлось? Нет, в ВКПБ еще, ВКПСС нет, не называлось еще. Значит, было два варианта, значит, вложить деньги в сельское хозяйство, значит, вот это, то, что потом назвали не чернозем, не чернозем в европейской части, и поднять залежные земли, ну, было принято решение о подъеме, значит, целинных и залежных земли. Значит, целинные земли, понятно, это новоосвоенные земли, да, залежные, откуда взялись залежные земли? Залежные земли взялись, значит, в результате вот предыдущих войн, это Первой мировой, гражданской, значит, христианской войны и Второй мировой войны. То есть вот за эти периоды количество пахотных земель в Советском Союзе сокращалось. И теперь, значит, опять, значит, вопрос. Можно я, потому что я не знаю, какой термин, да, залежная земля, это что такое? Вот это... Ну, брошенная земля, не обрабатывая. То есть, как бы раньше обрабатывалась, а потом была брошенная. То есть, вообще не слышали понять, что было после этого подъем целинных и залежных земель. Вот целинных помню, а? Да, и залежных. И поднятую целину, и поднятую целину, и просто целину. Много произведения. Речь идет о том, что... И опять, что, значит, интересная ситуация. Был принят план, утвержден и так далее, значит, равномерного, значит, по периодам, там, с поставками тракторов и так далее, там, это перемещение населения. И почему-то этот план тоже, опять-таки, значит, давайте мы его увеличим, там, или убыстрим, там, в два, в три, в четыре раза, значит. И в результате вот этого убыстрения получается, что колоссальный урон сельскому хозяйству, но товарный хлеб получили. Да, действительно, прирост товарного хлеба, он был, а общий объем производства хлеба, значит, статистика почему-то как-то умалчивает. А про финансовые показатели операции, значит, целина, вообще, значит, не упоминается. Я, значит, ради интереса, вот, там, когда специально пересчитал книгу «Добросовество», смотрел, значит, целина Леонида Ильича Отрежнева, у него в этой книге ни одного финансового показателя не употребляется. То есть, вот что интересно, это же идеологические книжки, а не экономические. Ну, он же доказывает, да, говорит, рассказывает, что, ну, я говорю, мне это показалось несколько вот удивительно, что ни одного финансового показателя там нет, значит. В Тихонтоне тоже нет. А? В Тихонтоне тоже нет. Возможно, в Тихонтоне тоже нет. Я не помню такое. Это издевание. Слово, скорее всего, был реальным автором ниже к ближнему. Значит, что получается в 50-е годы? Значит, вот этот подъем целинных и задержанных земли колоссально, значит, подрывает производство мяса, животноводство на ищем землях. А растеневодство, конечно, пошло в гору, но после там 3-5 лет эксплуатации оказалась, значит, значительная ветровая эрозия, и там, значит, снизились показатели, и потом уже это компенсировалось там последующие 10 лет, 20 лет, значит. Следующие годы, 60-е годы, а, теперь что в 50-е годы, чем характер, значит, интересно, вот умирает, значит, Сталин, вот принимается вот эта программа подъема целинных и задержанных землей. И, собственно говоря, вот эти 50-е годы, конец 50-х годов, это идет процесс, фактически, вот, ну, реабилитации, так сказать, отход, постепенный отход вот от кровавой, значит, социалистической модели, которая была насажена Лениным, Троцким, Сталином, да? И, значит, как и Пуфиоса, отказа от этой модели, значит, вот был этот 20-й съезд партии, на котором Никита Сергеевич Хрущев, значит, говорит о культной личности, потом, значит, происходит уже в 61-м году, 22-й партия съезд, принимается программа строительства коммунизма и... Да, программа строительства коммунизма 20 лет. Какому году, какому году должен был построить? На 20 лет. Программа, значит, от... На 20-го. То есть, в районе начала 80-х годов, значит, вот там значительные... Там было два раздела программы, или градации, значит, то, что через 10 лет какие экономические показатели, и через 20 лет, то есть, вот, 70-е или 70-е годы. Значит, вот чем интересен вот этот период при Никите Сергеевича Хрущеве? Это, конечно, период вот колоссального экономического роста у нас в стране. Наука развивается, значит, промышленность, а сельское хозяйство оказалось, значит, вот... Видно в результате вот предыдущих событий, и был там, значит, кратковременный период принят, в разных областях он был по-разному, где от двух недель, где буквально до полгода продержался, что до запрета иметь даже свою даже живность кур там и гусей. И вот этот, видно, запрет, его отменили быстро, и оказалось, что уже к 1963 году, в 1963 году, через 50 лет, за 50 лет, страна, значит, от Российской империи, Советский Союз, значит, перешла к началу импорта хлеба, продовольствия. То есть, с 1963 года, по сегодняшний момент, значит, вот эта зависимость, она вот с 1963 года до 85-90-х, она возрастала всегда. Мы всегда себя обеспечивали хлебом, после маленького вступления, мы сейчас обеспечиваем себя хлебом, и всю перестрою, как обеспечивает себя хлеб, и все советское время. Вы просто, может быть, не знаете, но у Советского Союза был зерновой запас, рассчитан на 30 лет, стратегически. На сколько? На 30. На 30? На 30, а в США на 50. Значит, вот, теперь... Сейчас у нас этого запаса нет. Хорошо, значит, вот я объясняю. Поэтому зерно закупалось именно в этих стратегических целях. Да, вот откуда, значит, это... То, что я говорю... Потом еще вы чем не учитываете, значит... Нет, я не говорю, Валя, подождите, давайте... Подождите, подождите. Нет, с вашей точки зрения вы выскажете, дайте я договорю. Тогда когда я ее выскажу? А? Ну вот сейчас я закончу, осталось еще два периода, и все. И просто интересно услышать ваше мнение, я с удовольствием в этом и разговор. Значит, на чем основана моя информация, значит, то, что я говорю, это, значит, прежде всего на учебниках истории, которые, значит, представились... Истории КПСС. Да, истории КПСС, истории Советского Союза, которые представились под руководством или как там, под рецензией, были, значит, члены полюбюро, естественно. И, соответственно, значит, на экономическом образовании, на газете «Правка», которая, значит, являлась органом ЦК КПСС. Не «Желтая газета», как некоторые, может, сейчас считают, а орган полюбюро такой, значит, там 25 лет я читал эту газету, и там довольно-таки все это подробно было расписано, эти периоды, экономическое развитие. И то, что касается вот этих запасок 30-50-летних, это, значит, вот является, ну, вне экономической критики. То есть это даже я обсуждать дальше. Когда были, а не были? А? Такие запасы были? Нет, таких не было, конечно. Это безусловно. Запасы, может быть, там, если говорить о таких запасах, может быть, там, никель или каких-то там других металлов, которые там, ну, не портятся, по крайней мере. А то, что касалось продовольственных товаров, это, конечно, исключается. Значит, следующий период, значит, и чем характерен период правления Никиты Сергеевича Крущева, что это переход от, то есть, кровавой социалистической модели к такой модели, которая уже не требовала принудительного подавления массового террора. Почему это такое произошло? Конечно, тут можно сказать, что там вот такой выдающийся Никит Сергеевич был. Ну, тут еще, можно сказать, наверное, это объективная, как объективность развития общества, что уже люди там, это уже рождалось второе поколение предсоветской власти, и, в принципе, они уже модели социалистического развития воспринимали как должное и, соответственно, и вели себя в этой политической среде. В 60-е годы, значит, колоссальный рост промышленности у нас на Уйке, значит, вот можете, там, вот это внедрение, вот он съездил это в Америку, да, привез оттуда много передовых технологий, стали внедряться широко в Советском Союзе. Кукурузу в виде сожили. Да, значит, вот интересный момент с кукурузой, да, вот то же самое, значит, вот принимается план по кукурузосеянию, и опять происходит вот то, что уже я говорил. Почему-то вон в два, в три, в четыре раза, и аж до Архангельска расширяется, продлевается, убыстряется, и в результате получается дискредитация важной кормовой культуры, честно, хозяйственной. Что потом у нас уже даже кукурузу, там, где она растет, и надо ее выращивать в той же самой Воронежской области. И в Тамбовской перестали, то есть, почему не стало хватать, допустим, порни для животного са. Значит, 70-е годы вот уже характерны тем, что это фактически восстановительный период, все восстановительные периоды прошли, развитие хозяйства значительно произошло, происходит значительное улучшение благосостояния трудящихся. И вот годы правления Брежнева, фактически, это вот 75-го по 80-е, это лучшие годы советской власти. А это застой? А? Застой называть. Значит, назвать можно по-любому, я с точки зрения экономической, с точки зрения промышленного производства, развития науки, развития паритета вооружений. Это 70-е годы. Ну, 70-е годы вы, наверное, период развитого социализма помните, и у многих создается иллюзия, что да, вот это все такое хорошее был, такой социализм, и чего мы от него отказались. Ну, отказались-то не из-за экономики. Да, вот одно из бытующих, в чем направлено, что отказались мы из-за экономики. Как раз, значит, противоречие, почему, значит, был возможен этот экономический рост, и почему, значит, рост благосостояния, начиная с Никитина Сергеевича Крущева и все годы Брежнева. Потому что, значит, пошли нефтедоллары, значит, был такой месторождение самотвор. Так, а Хрущев-то здесь при чем? Ну, начиная с Хрущева, когда началась эта разведка нефти этих пластов, это, то есть, в середине... На каком году самотвор подходит? В середине 60-х годов они были открыты, потом обостройство, и в 70-х годах уже пошла нефть широким потоком этого, того же самотвора. Я не помню точные годы, но вообще разведка большого месторождения, дело очень длинное. Это минимум 5 лет занимает, а может быть и 10 занимает. Поэтому тут то, что само где-то открыли... Разработка. Нет, не разработка, разведка. Когда нужно оценить объемы, нужно провести огромный объем работ. А еще учитывая, что это в совершенно дикой местности, это очень много... А пяти за 20 лет, то есть, короче говоря, это вот такие цифры, цифры огромные, конечно, по продолжительности. И во времена вот Леонида Ильича Прежнева, конечно, вот его фразу многие помнят, экономика должна быть экономной, что да, вот экономика Советского Союза, она, значит, была, не выдерживала никакой критики с точки зрения эффективности своей. Там, значит, многие структурные сдвиги происходили. И в эти годы, значит, у нас уже резко возрастал, значит, вот эти нефтедоллары шли двумя направлениями. Это, значит, на покупку машиностроительной продукции для вооружения и на покупку сельхозпродукции для прокормления крупных городов. С середины 60-х годов, 70-х годов, у нас, значит, уже население сельское и городское сравнялись, и потом, значит, уже в середине 60-х, 70-х стало преобладать городское население в Советском Союзе. То есть, и, соответственно, городское население нужно было кормить. Перестройка была вызвана, значит, понятно, причинами неспособности дальнейшего развития экономики Советского Союза, неспособности. Но там куча, ой, не куча, в смысле, сложности, очень большая сложность была в следующий период демократизации. Значит, было допучено, там, ну, буквально, каждый год допускались какие-то значительные экономические ошибки по 70-е годы при Николе Сергеевиче Глеборчеве. Еще его преследовали, значит, там, то природные катаклизмы, то технологические катаклизмы. И, фактически, это, значит, экономика страны вошла в резкий дисбаланс. Разрушение народно-хозяйственных связей произошло. Оно, прежде всего, произошло из-за, конечно, из-за разрушения вот этой социалистической-коммунистической модели в сознании людей. И из-за того, что вот гласность и демократизация советского общества, значит, людям дали дополнительную информацию о возможных других вариантах устройства, значит, соответственно, как-то экономики нашей жизни. И, соответственно, Советский Союз проигрывает Третью мировую войну, рушится, значит, Берлинская стена, он считается окончанием Третьей мировой войны. Распадается Варшавский блок, потом распадается СССР, ой, нет, распадается, как, да, Варшавский блок, правильно, потом СССР распадается. Распадается потом, значит, это наступает центральный момент этой революции, 88-го и 93-го года Пуч, распадается Советский Союз. И наступают 90-е годы, значит, тут сложность того, что в стране нет экономических ресурсов, вот уже на территории Российской Федерации, значит. Если бы Михаилу Сергеевичу Горбачеву удалось это перенаправить потоки как-то денежные и отрегулировать это, потому что у него звонок прозвенел 13 сентября 1885-го года. 13 сентября 1885-го года, об этом, значит, соответственно, обычно не афишируется по зонбе ящика у нас, произошло падение цены на них в 6 раз, а среднегодовая цена на них упала в 4 раза. Соответственно, финансовые возможности, вот считайте, Советского Союза упали, ну, если от 4 до 2 раз. И дисбаланс, вот он, нарушение, вот то, что вы рассказывали об этих, ну, разных деньгах, вот это, опять, дальнейшее уже широкое распространение талонной системы по всей территории Советского Союза, во многих городах и весях, и в начале, ну, в конце 80-х, начале 90-х, это вот повсеместная вот эта даже талонная система. То есть, вот эти деньги, они были, значит, что вы, 90-е годы, вот после, это период, значит, получается, ну, как, деградации, что ли, экономики нашей значительной. Почему? Потому что после проигрыша Третьей мировой войны, ой, я уже тут долго говорю, резко снизилась необходимость вооружения, а у нас, фактически, военно-промышленный комплекс был мотором, сердцем, идеологом всего. Так вы же продавали на Западе что? А? Продавали жирные вооружения. Вооружения, да, мы как бы продавали, мы были вторые по ставкам в США. А значит, это выгодный бизнес? И сами, и сами употребляли. Значит, насчет выгодности, тут такая тема, ну, очень долгая. Это, что брать с экономические критерии? Ну, можно же наше государство было рассматривать как огромную корпорацию, в которой есть какие-то статьи. Да, я понимаю. Я вот не, что называется, не эксперт в этом вопросе, но с выгодностью торговли оружием Советским Союзом тут есть вот какая заковыка. Мы же, не мы, в целом оружие покупают у той страны, которую признают более сильной и с которой хотят дружить в военном отношении. Поэтому, поэтому мы могли торговать только со странами третьего мира, которые выбирали, так сказать, под кого ложиться, под Штаты или под Советский Союз. У этих стран третьего мира, да, мы им продавали просто огромные объемы, но откуда у этих стран третьего мира были деньги? Они у них были далеко не всегда. Огромное количество этих контрактов, насколько я знаю, отдавалось за наши же кредиты, которые, ну, в общем, были мертвыми. Их целиком не возвращали. Их возвращали частично. Поэтому наш ВПК, конечно, производил много, продавал много, но денег-то за это не получали. Ну, все так и не так. Потому что, когда мы ушли с этих рынков, туда пришли те же американцы. Ну, да. И спокойно их заняли, и все равно это очень выгодно. Выгоднее... Самое выгодное в мире это проституция, торговлю наркотиками продажа. Да. И нет, это все честная правда. Я только говорил, что вот в торговле оружием с Советского Союза, со стороны Советского Союза, вот был такой момент. То есть я понял, почему карта, да, в смысле экономики. Она пыталась торговать только оружием, но надо было еще и проститутками, и наркотиками. Ну, в общем, вот правильно... Я понял, понял. Правильно Игорь заметил, что вот это подметило экономическую специфику торговли оружием Советским Союзом, да, что на момент распада Советского Союза, и как Российская Федерация, как приемница Советского Союза, значит, у нас оказался баланс, примерно, значит, там, ну, я сейчас точно уже не помню, 120 или 140 миллионов, значит, у нас это нам должны и мы. И, так сказать, в результате... Существует миллионов. Ой, миллиардов, миллиардов долларов, я говорил, извините. И получалось вроде бы, как это сложить, то ноль. А на самом-то деле, значит, это вот эти, из этих более чем 100 миллиардов, значит, там 80 или 80-100 миллиардов, фактически, невозвратные оказывались. Это вот, там были куби, куби даны, там, я... Ирак нам должен был 40 миллиардов. Я вот-то уже странно сейчас не помню, не хочу, не хочу никакую страну, значит... А Пусин хотел отдать за военную помощь, но мы уже не могли им. Значит, мы в 90-е годы, значит, в наш УБК продолжал экспорт оружия, так сказать, военно-промышленный комплекс. У нас деградация промышленности, она происходила все 90-е годы постепенно. И, так сказать, уже вот к нулевым годам, наверное, постепенно, значит, уменьшалась, в том числе и экспорт вооружения. А сколько, по-вашему, деградаций, сколько там процентов осталось от сельской экономики? Нет, сейчас, подожди, я... Сейчас последний период, я... Я про последний период не говорю. Нет, нет, сейчас, сейчас, нет. Сколько путинизм был? Нет, мне это не... Их приход, значит, Путина к власти, значит, получается период, значит, резкого роста цен на нефть. Цена на нефть, значит, это... А, вот я пропустил главный, это один из вольнейших периодов, 1998 год, это мировой финансовый кризис, значит, тряхнуло, значит, сначала страны Юго-Восточной Азии, потом докатилась эта волна до Российской Федерации, соответственно, заставил этот кризис Российскую Федерацию взяться за ум. И с 1998 года начинается у нас фактически восстановительный период промышленности, пошел. И там уже в 2000-х годах пошел резкий рост цен на нефть. Если цена на нефть, значит, в 98-м году поливалась от 8 до 13 долларов, или все в 90-е годы, когда 13 долларов за баррель, за почку 169 литров, это было хорошо, когда 8, соответственно, это было плохо, то, значит, максимальная цена была в июне 2007 года 147,5 долларов за баррель бренда. То есть рост идет 10-градный фактически. А среднегодовой рост, значит, в 2000-е годы по сравнению с 90-ми, можно говорить абсолютно, то есть он произошел и от 4 до 5 до 6 раз в чистом виде. То есть если даже принять там 10-12 долларов за баррель, то при среднегодовую цену, то в 2000-е годы это уже показатель получается, там, сколько это было, от 40 долларов и больше, то есть от 4-х раз удалено. Ну, наверное, что я уже вытасся, вот это, что я хотел сказать. А что-то в чем причина-то, что СССР развалился и как бы и деградировался? Ну, а как экономика просто сама по себе деградировала, это как? Вот я пытался рассказать, что вот эти периоды, что при развитии нашей страны с 1913 года постоянно наблюдались как взлеты значительные, так и значительные падения экономики. А если, значит, вот эти взлеты и падения, значит, перевести на душу населения, то, в принципе, получается, что не очень-то у нас значительные взлеты, значительный рост произошел. И плюс отставание, вот резко, значит, у нас произошла нехватка продовольствия. И почему вот это 90-е годы? Это же, в частности, если имея огромную территорию, имея ресурсы в виде населения и средств, тогда можно было в любой момент как бы спасить, там, я не знаю, пшеницу ее добыть. Ну вот система оказалась, оказывалась неспособной на это. Вот я почему, значит, приводил вот эти примеры, двух-, трех-, четырех-, пятикратного, значит, изменения планов. И то же самое, значит, изменение плана произошло, значит, в 1985 году в антиалкогольном компании Михаила Сергеевича Горбачева, да, тоже принимается план, да, значит, вот, чтобы не нарушить, значит, вот, как Игорь говорил, между этими деньгами, деньгами в сфере производства и деньгами в сфере употребления принимается план урегулирования. И этот план, значит, опять в два-три-четыре раза убыстряется, увеличивается, и в результате дисбаланс на денежном рынке наступает. То есть это вот специфика была вот этой социалистической нашей экономики. Вот вы экономист, да, вот вы по Советскому Союзу, там, в году 85-м, и Россия без нефти сейчас можете назвать? Что же не было? Валовый внутренний продукт Советского Союза в году где-нибудь в 85-м и современной России, если откинуть нефть, газ на продажу сырья, можете назвать? Да, если... Или посчитать там в ценах 10 долларов за баррель. Вот я, вот как раз очень интересный момент, вот вы отметили, что я вот за последние 10 лет это не встречал показателей вот развития нашей страны, так сказать, как бы в неизменных ценах. Вот я не встречал, и, наверное, это вот институт Гайдара, вот у них... Нет, но это много всякой статистики по-разному, в этом, в штуках просто, да? Просто, ну, в штатах, что, получается, что-то делает? Ну, получается, вот нельзя сказать, что у нас в 2000-е годы не развивалась никакая промышленность, и в 90-е, в 90-е и 2000-е годы промышленность, значит, по производству предметов питания и по производству алкоголя и табака развивалась усиленными темпами. Ну, вот в процентном соотношении, да, можете назвать соотношение советской экономики и российской, сколько вот там, вот, за 100% современной российской экономики, сколько соотношений? Ну, дело в том, что, вот именно, что считать? Если, значит, взять, допустим, ну, конец... Ну, в любом показать. Сейчас, я вот отвечу, что, как считать, то есть, как ответить на ваш вопрос? Значит, вам надо ответить с точностью, значит, чтобы за коммунистов, я могу так ответить. Если вам надо ответить, значит, там, за либералов, могу так ответить. Нет, я поясню, в чем мысль. Просто мне представляется, что, как бы, сейчас мы, конечно же, в отношении к советской экономике находимся в гораздо более худшем положении, по любому показателю, при этом замечательно живем. Поэтому все разговоры о том, что Советский Союз перестал существовать по экономическим причинам, на мой взгляд, это заблуждение. Причины были чисто политические. Вот, а об этом уже можно говорить. Ну, каких там экономик... Ну, можно... В США такие уж проблемы экономические. Живут же, что? И жители. То, что касается США, это одна из самых эффективных экономик мира. Значит, поэтому они и живут. И тысячи восемь... Ну, это нам внушают. А? Ну, внушают нам. Ну, да, внушают. Ты что, а что ты не... Ну, если бы я деньги тоже печатал бы так, как бумажки, и раздавал бы всем, я бы тоже был бы самый эффективный... Ты печатали, раздавали, только они не нужны никому. Ну, правильно. Вот, я и говорю, что вам мешать. Поэтому не надо, что экономика у них эффективна. У них эффективная политика, что они могут... Совокупность... Это не экономика. Это не экономика. И совокупность вся у них эффективна. Наиболее эффективна за счет других они живут. Это не означает, что эффективно. Эффективно всегда когда-то за счет себя живут. За счет других это... Вот у нас сколько зерновых в укол собирается? Нет, тут можно я вот отвижу. С миллионов тонн в среднем. Не в среднем. Это очень хорошо, когда стояла. За перестройку у нас меньше практически ни разу. Ну, не знаю. Если стоит, нормально очень. А в Советском Союзе мы больше собираем. И при этом нам зерна и тогда, и сейчас хватает. Нет, сейчас нет. Но там проблема с этим зерном, я скажу. Проблема была в чем? Мы стали выращивать много зерна кормового. Причем потому что у нас были... Потому что это просто выдающиеся комбикормовые заводы. И этот комбикорм мы продавали по всему миру за золото. И покупали себе это зерно пищевое, как бы, для питания. Уже там за нефть, там еще за что-нибудь. За валюту там еще. Но, как бы, вот хотели золото побывать. Вот в этом году что-то порядка 80-ти собрали. Для примера. Это знак нам для этого. Для этого неэффективно США. Одной кукурузы от 300 до 350 грн в тонн. Да, да. А сравнить эту кукурузу с пшеницей, это значит... Это вы же любите говорить про то, что у нас какое-то там земледелие, как это называется, там... У нас земли какие-то там, как это... Эталонные. Не эталонные. Эталонные, да. Рискованное земледелие. Нет, у нас эталонная земля. Эта зона вот здесь у нас рискованная. А так у нас эталонный червозем. Пануличский червозем считается эталонным. Ну вот можно я, чтобы закончить, и я отвечу вот на валеный вопрос, значит... В каких показателях сравнить, значит, это 1985 год и 2013 год, ну, 2012, да? Значит, в зависимости от того, в каких показателях мы начнем сравнивать, мы получим такие результаты. Если, значит, сравнить, ну, там, 31 января... Ой, 31... Ну, 1 января 1985 года, да? То Советский Союз – это колоссальная, значит, мощная, индустриальная держава. Палитет по окружению СССР, и у нас это и сельское хозяйство, значит, это значительное. То есть все области наука. У нас каждый четвертый научный работник Советского Союза... Ой, каждый четвертый научный работник мира – это житие Советского Союза. Ну, да. Если, значит, с этих, значит, показателей отбросить военно-промышленную составляющую по уровню жизни населения, то мы, значит, ну, территорию Советского Союза, усреднить даже все регионы, то мы, получается, значит, уровень жизни населения хуже, чем даже в странах, так называемой, народной демократии в Восточной Европе. Вот. Значит, что, если сравнить, значит, сейчас, значит, допустим, 1 января 2013 года, значит, если отбросить, значит, нефтяную, не, ну, углеводородную составляющую, значит, вот этот колоссальный рост цены на нефть, десятикратный за этот период, произошедший с 85-го по 13-й, то я говорю, что я вот это, ну, просто, наверное, даже сейчас трудов не встречал, что с какого уровня, значит, дебят, уровень, чего уровень меньше, с моей точки зрения, меньше. Ну, господа, ну, как считать? Отрицательный даже, а? Отрицательный? Нет, это мы... Параметр, курятина это, так называемая, знаменитая. Советский природ, прямо в законе, в три раза, в три раза выше советского природа, максимум, по курице, стоим. Ну, лет-то сколько страшно? Ну, тем не менее, в три раза больше. Слушайте, производство курятина? Да, по курице в три раза выше стоит. Очень-очень-очень много. Есть какие-то, есть, например, строительство жилья, показатель-показатель. Ну, не очень хорошо, но 85 от макросоветского максимума. Вот, а вот что, интересно, со строительством жилья. Вот почему, значит, у нас в Советском Союзе получается, вот сейчас, в Российской Федерации, маленькое, в общем, значительно меньшее количество жилья на душу населения. Что в площади, да? Да, то есть, если в США, сейчас я там даже пойму, сейчас... 80, 80, да, 80, да, а у нас это, значит, в Ленинграде 20, Нет, у тебя было бы 20 вершин. Только на территории Америки, гражданская война когда там была? Да, значит... В 17 веке, а у нас сколько было войн, и по 30 веке? Вот одна из стихорей, вот эта... 19-го. А такая, по жизни получается то, что... В пару раз бы у них разрушили, и был бы так же, как у нас. Значит, если взять вот годы, сначала массового строительства, Кенгендец Садьевич Крущеве, и потом, значит, до развала Советского Союза, это 30-летний период, да, то у нас некоторые годы, у нас в Советском Союзе, темпы прироста жилья, ой, темпы вновь вводимого жилья были, значит, соизмеримы Соединенными Штатами, при той же племенной численности населения. А одну пятилетку было даже превышение, больше. Но в США не уничтожалось жилье такими темпами, как у нас. У нас что происходило? Значит, сельское население перемещалось значительно в города, сельское жилье уничтожалось, и для этого население требовалось. И вот поэтому я, значит, являюсь одним из противников, принципиальным противником программы реновации, которая принята у нас в Санкт-Петербурге. Это 22 района, проданы, значит, фирме Рогай, какой-то под названием СПБ реновация, что, мое точка зрения, что не надо повторять те ошибки, надо строить новое жилье на новых землях, а не уничтожать старое, чтобы построить новое. Вот, вот моя точка зрения вот такая. Все, спасибо всем. Извините, что-то я хотел, думал, минут 15, но я разговаривал. Саша, вы развернулись, взяли всех. Чего? За старые раны взяли всех и потрогали. Нет, а тепло. Все. И... Все. Игорь Негода Продолжение следует...